Делай по-другому, это означает, что папа, скорее всего, слаб. Он делает не так, как он считает, он боится просто давления окружающих. В 90% случаев, когда, например, женщина говорит, не корми мясом, например. А мужчина говорит, ну давай, дадим все-таки бульон, он антисептический. Идея вот посетила меня. Бульон как антисептик. Вообще-то бактерии разводят в бульонах всегда. Если что, в лабораториях бактерии разводят именно в бульоне. С каких пор он стал антисептическим, я не понял. Но папа говорит, давай будем кормить. Это означает, что это на 90% не его убеждение. Он боится, он слабый человек и боится давления старших. Он не может защитить жену от давления старших, коллег, окружающих, родителей, понимаете? Но делает вид, что он в этом убежден. На самом деле это не его убеждение чаще всего. И поэтому женщина должна просто настроение правильное принять. Она должна не спорить с ним на точке зрения, а просто попросить защитить. Все. Защити меня от давления из дней. Я бы хотел так воспитывать ребенка. И знаю, что ты тоже хотел бы так. Но тебе это трудно, потому что на тебя будут прессовать из дней. Поэтому я тебя прошу, выдержи этот прессинг. Будь мужиком. Стань вегетарианцем. На Украине есть такое движение морквоеды. У них эмплема заяц такой. Отзверевший заяц с морковкой такой. И заяц говорит, у него лого такое. Модел. Стань мужиком, будь вегетарианцем. Вот жена так говорит. Стань, пожалуйста, мужиком. Будь вегетарианцем, мой любимый. Защити нас. И в этом смысле муж и жена должны выработать коалицию. Мы должны выпустить ультиматум о том, что в нашей семье мы решаем, как кормить и воспитывать детей. Это очень важно. Если муж это не примет, это путь к разводу. Дорогой мой, не пытайся лавировать. Защити просто наши ценности. Иначе я не чувствую себя защищенным. Но если люди не могут, муж и жена не могут договориться о вопросах воспитания детей, значит дело вообще не в детях. Они просто не умеют договариваться. С этим надо все заделать. Они могли бы так ссориться по любой другой теме. Из-за секса, из-за денег. У них что-то сломано вообще во взаимодействии, понимаете. Ребенок тут ни при чем. Значит надо заняться этим. Или мы чужие люди друг к другу, не подходящие друг к другу. Или есть какая-то проблема, из-за чего женщина обижена на мужчину и пытается давить на него с помощью идей воспитания ребенка. На самом деле, например, мужчина хочет очень много близких отношений. Женщина устала, не хочет их. Она не говорит об этом, чтобы брак не развалился. Но свои негативные эмоции заворачивают в то, что мы не вегетарианцы. И выдают их в такой форме, что мужчина не может их принять, начинает сопротивляться. Это есть проблема, скрытый конфликт. Когда настоящая тема конфликта у супругов спрятана, а заворачивают в какую-то более актуальную, ну, какую-то внешнюю сферу. И не могут понять, почему мы не можем договориться. Я говорю, потому что вам, мадам, пора сказать, что вам не нравится столько близких отношений и так, как муж хочет. Вегетарианство тут ни при чем.